Привет, друзья! Наш пятый урок французского языка начинается. Мы немножечко поменяли время сегодняшнего урока, потому что идет полным ходом подготовка к нашим турам, и поэтому мы уже не будем немножко поменять. Более того, сегодняшний пятый урок. Не последний, нет, он не последний, но после этого урока будет пропуск либо одну, либо, может быть, даже две недели. Привет, привет! После этого урока будет пропуск одной или две недели, потому что как раз мы будем в турок. Что-то вы рано, да, 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 сегодня мы чуть-чуть изменили время. Я об этом сообщила только... Сейчас, просто пущу, немного начну. Да, сегодня мы изменили время, потому что идет... Всем привет, всем привет! Идет подготовка по уходам к нашим турам, поэтому немножко занятая попыхавка урока, но, тем не менее, мы хотим его провести, потому что на следующей неделе урока мы пропустим, и, возможно, даже две недели будет пропустить, потому что на следующей неделе мы как раз у нас два тура по Провансу в разгаре. У меня очень плохой звук. Плохой звук. Я, кажется, знаю почему. Знаешь, что у меня очень-то не находят вот это. Вот так лучше слышно? Сейчас лучше слышно, Эсма? У нас сегодня непросто. Да, все, супер. Я сняла пленку, это просто у меня новый телефон, и я до сих пор не сняла пленку, и из-за этого все слышно. Было тоже в том числе плохо. Да, у нас сегодня не просто перенос времени, у нас еще и дети, поэтому, если вы вдруг слышите шум и гам, вы сильно не пугайтесь и не убегайте никуда. Итак, сегодняшний урок состоится. 20 минут. Бонжур, Елена, привет! Бонжур. Все как обычно у нас состоится. Следующие две недели уроков не будет, поэтому просмотрите. Советую вам, чтобы ничего не забывать, и не забыть просматривать наши уроки на канале. YouTube, ссылочка будет в профиле. А так мы будем обязательно делиться с вами stories в течение наших туров по Провансу. И, возможно, потом, сразу после этого будет у нас еще один тур в Британии-Нормандии. Буквально вчера обсуждали. Возможно, мы будем участвовать в съемках еще одной телепрограммы на телеканале Планета. Вот, еще точно не знаю, все в процессе обсуждения, но как только выяснив, все сообщу. Итак, начинаем. Не отвлекаемся больше на всякую ерунду. Всем привет! Итак, сегодня мы у нас есть программа. Сегодня у нас есть программа. Сегодня у нас есть программа. до 60, сейчас закончим 60 до 100. Значит, здесь у нас есть программа. Если у вас есть математика, это хорошо. Если вы не любите математики, это что-то, извините. Если у вас любите математика, это может быть легко, если вы любите, это не легко. Так, вы можете найти 60, 61, как мы видим, и 60 и 1, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, etc. Это не меняется, 16, 68, 16, 64, 65, etc. Что-то меняется, это потом. Например, у нас 70, по-французски, это 16, плюс 10. У нас 70, 16, 10. 70, 71, значит 61. И потом, это же самое. 72, 72. Это будет трудно. У нас 70, 73, 73. 70, 74. 70, 75. 70, 16, 67. Винска, не nimся, это будет. Субтитры им, извините. Винска, тебе не верят. Винска, ты не умеет не думать. Винска, тебе неумеет. то есть вы поняли что раз французы решили что раз это цифры то значит давайте устроим себе математику и чтобы сказать 70 мы не говорим 70 мы говорим 60 плюс 10 чтобы сказать 74 мы не говорим 74 мы говорим 60 плюс 14 вот такие смешные французы иди сюда иди сюда смотри как он показывает 70 вот так работает дальше осторожно вот у меня кстати что-то сказать если вы путешествуете в бельгии или швейцария они 70 как французские французы как француз не используют у них другой у них сейчас говорит о тех швейцарцах и тех бельгийцах которые говорят на французском и вы знаете что там говорят на французском так вот они как раз пошли более логичным для нас путем они придумали 70 даже не глупы потому что 60 60 вот добавляете ант и 70 70 и на 80 тоже у них тоже вот разный оптант оптант представляете тоже придумали то есть чтобы не говорить 80 плюс 20 лакуштумишеш а говорят 80 у нас конечно после 70 у нас 80 80 по-французски это 4 на 20 4 на 20 это 80, правильно? То есть им было мало сложений, дальше они пошли к умножению. То есть чтобы сказать 80, они уже не говорят 70 плюс 10, а говорят 4 на 20, представляете? 4 на 20, 80 и дальше, как обычно, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, etc. Если у нас дальше дивинаста, так же работа, значит 80 плюс 10. То есть 80, 90, 91, 92, и так далее, etc. 93, 94, 95, 96, 97, 98 и 99. Для 100 на 100, вот у вас 100. Нельзя добавлять один 100, 1 100, 2 100, нет. 100, просто 100. Это как 1000, тоже. 1000 это 1000. Я очень часто слушаю. Я очень часто слушаю. 1000, etc. Нет, просто 1000 используйте. 1000. 200, 200, 300, 300, 300, 300, 400, 400, 500, 600, etc. То же самое на 1000, 22, 300, 300, etc. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. Нет вопросов. Поехали дальше. Нам лучше уложиться в 20 минут, чтобы я смогла сохранить эфир и не записывала с экрана. Так что... Ты можешь перестать? Поехали, пожалуйста. Поехали, пожалуйста. Ensuite, мы будем делать сегодня, мы будем делать vocабулятор, лексик. Мы будем делать лексик. Мы будем работать на метео. Пагода. На метео. Поехали, я забывал вопрос. Я забывал вопрос. Какая пагода, Симония? Кейл? Не забывал вопрос. На метео. Загав pouстова. Какая погода сегодня? Какая погода сегодня? У нас есть звук, метео, конечно, это погода. Это погода. Это погода. Это погода. Я могу формировать фразы «il fait du soleil». Идёт солнце? «il fait du soleil». Дословно получается, как будто пойдёт солнце. «il fait du soleil». «il fait du soleil» или «il fait beau», хорошая погода. «beau» это хорошая? Ну, красивая, да? Дословно. Да, да, да. «il fait beau», хорошо? Donc, естественно, если не погода, «il» не «погода» «погода» не «погода» «Лука, ты можешь остановиться?» «Счастливо» Потому что я играю в футбол, я не понимаю. Дословно. Дословно. «дослов» 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 «Иль» «плю». «Иль» «это он», но здесь, конечно, это никто. «Иль» «плю». «Он дождит». «Он делает солнце». «Он делает красиво». «Он дождит». «Он дождит». «Он дождит. «Этаген». «Ктоэндэ wonderw». «Он девать Poke» «Он кожу» «Вит ye? » Ветер Красиво рисовала Я бы хуже нарисовала Однозначно Ветер 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 Просто рассказ, что есть, что-то имеется, что-то есть в наличии. Это очень удобно. Ильфе, конечно, это всегда на погоду. Дальше. Вау, градуснички нарисованы. Красота. Это 20 градусов и минус 5. А почему не минус 50? Потому что в Франции, в нем нет минус 50. А почему в Франции? Ну, это еще французский. Моин 5, это более холодный. Например, в Нанте, меньше или минус 5, это не возможно. Это очень редко. Моин 5, это максимум. И еще 20 градусов, это очень хорошо. Так что, он холодный. В этот момент, он делает 28-30. 28-30 градусов сегодня. А у вас какая погода? Напишите. Так что, он делает 20 градусов или 30 градусов, он делает холодный. Так что, он делает 30 градусов, он делает холодный. Он делает 20 градусов. Кроме того, он делает 20 градусов. Так что он делает 20 градусов. Вау, 32 градуса. Елена, в Москве? В Москву? Так, небо. Так, небо. Так, небо. Так, небо. Так, небо. Есть вопросы? Есть вопросы? Я не хочу идти в детали. Метео, конечно. Грэль. Конечно, может быть, много разных вещей. Пусть? В Москве? В Москве, в Москве смогут оттеться 2 градуса сутки. А, в Нижнем Новгороде. Привет, в Москве 30. И духота дышать нечем, дождей нет. Не в футболе, да? Не в футболе в Нижнем Новгороде? Не в футболе в Нижнем Новгороде? Есть матч? Есть матч какой-то? В Москве, может быть. В Москве, в Суд. Ensuite, pour finir, on va terminer avec les saisons. Принтен и тетен. Donc, on va commencer évidemment par le printemps. Le printemps, весня. Л'été, l'automne, l'hiver, зима. Donc, l'hiver, il fait froid. Il fait, à Nantes, il fait entre 5 et moins 5 degrés. Зимой, в Nantes, температура между 5 et moins 5 degrés, à peu près. Ну, слушай, даже до 10 доходят часто. Oh, c'est rare. Ou ça fait, c'est pendant un jour. Минус-пест, je... Pendant un jour. Oui, 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 moins 5, c'est pas souvent. Il y a parce que ça en a le dit. Donc, entre 5 et moins 5 degrés, l'été, il fait, à Nantes, il fait entre, on a un petit 20, 25 degrés. Et puis, pendant 2 semaines, pendant 2 semaines, 2-3 semaines, on peut avoir, comme en ce moment, on peut avoir du 30 degrés, voilà, du 30 degrés, 30, voire du 35, même, donc des chaleurs. Donc, la canicule, c'est quand il fait très chaud. Voilà, les amis, que dire d'autre? Donc, voilà, oui, si vous avez des questions... Alors, les amis, commets, пожалуйста, si vous voulez interligеть un petit dialogue, pour t'exprimer avec le port du port français, pour la Chantilly, cette nuit, il y a des 5. Alors, c'est normal, c'est normal, pourquoi pas? C'est normal, la température en Chantilly... En Chantilly, c'est possible, je crois que c'est dans la région parisienne, c'est ça? Oui. Donc, à Paris, il fait plus froid, il peut faire plus froid. Мы в климате более континентальный. Здесь мы в климат океанике. Мы в 50 километрах от моря. Конечно, это глобально меньше холода чем в Париже, в Лион, в Сент-Этиене, или в странах французской. Ну что, кто готов у нас подключиться, сигнальте. Спасибо за сердца. Очень приятно. Кто готов, сигнальте. Если нет, тогда мы с вами прощаемся. И встретимся мы с вами. Ну, в сторис, естественно, мы будем встречаться ежедневно, потому что мы уезжаем в туры совсем-совсем скоро уже в эту субботу. Кто хочет присоединиться для диалога, пожалуйста, присоединяйтесь. Эсма, как насчет сегодня? Еще одна попытка. Да, в субботу мы уже уезжаем в туры, поэтому следите за сторис. Мы будем делиться с вами всем происходящим с нами. Будет интересно, будет красиво, жарко и ароматно, потому что будет много лаванды. Вы уже знаете, мы будем скучать. Нет, 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 так а мы никуда. Единственное, что не будет урока на следующей неделе, может быть, даже две следующие недели. Я опять ищу кнопку. Ну, ничего, мы на связи. Просматривайте наши уроки, чтобы не забыть, на канале Юсюб. Приходите еще, смотрите сторис, читайте посты. Всем спасибо. Всем чао. Au revoir.